Коптильня Бондарев холодного копчения это возможность приготовить вкуснейшие деликатесы в домашних условиях. Коптильня холодного копчения существует в двух вариантах это стандарт и большая. Большая представлена сейчас перед вами. Коптильня стандарт имеет размеры 42 на 30 на 24 сантиметра и вмещает до 4 килограмм. И коптильня большая имеет размеры 52 на 35 на 30 сантиметров и вмещает в себя до 7 килограмм продукта. Коптильня холодного копчения отличается от коптилин горячего копчения тем, что есть дополнительный вход для подачи холодного дыма, дымогенератор с компрессором. В данных коптильнях вы можете получить не только продукты холодного копчения, но и горячего копчения. Основные достоинства наших коптилин это прежде всего то, что они изготовлены с пищевой нержавеющей стали марки АИСИ 430 толщиной полтора миллиметра. Срок службы данной коптильни 10 лет и более. Сталь не дает окисления, продукт получается нейтральный, легко моется, легко чистится, хранится в домашних условиях. Наличие водяного гидрозатвора позволяет использовать коптильню в домашних условиях. У вас абсолютно будет отсутствовать любой неприятный запах. Крышка имеет форму домика, что дает возможность плавно стекать конденсату, попадает в камеру гидрозатвора и не стекает на сам продукт, делая продукт более качественным, отсутствует горчинка. Данная крышка также имеет повышенную жесткость. На крышке есть отверстие под электронный термометр и точный контроль температуры позволит вам идеально приготовить вашу копченость. Одной из самых главных достоинств коптилин также является компактность. Все компоненты, которые вы здесь видите, легко помещаются в саму коптильню, а коптильня может легко перевозиться, например, в багажнике автомобиля для выезда на природу, либо в кладовке дома не займет много места. В комплекте коптильни также идет поддон для сбора жира на ножках. В комплекте также две нержавеющие решетки, на которые вы размещаете ваши будущие копчености. Некоторые продукты по своей рецептуре требуют вертикального копчения. Это также предусмотрено в нашей коптильне. На крышечке есть специальное место для подвешивания продукта и в комплекте идут крючки. И, собственно, чем отличается коптильня горячего копчения от коптильни холодного копчения, это наличие дымогенератора, подводящего шланга для подвода дыма непосредственно к самой коптильне, компрессор для подачи дыма с дымогенератора, к компрессору идет также дополнительный шланг для подключения к дымогенератору. Что у нас еще осталось? У нас осталось шланг. Этот шланг нужен для отвода непосредственно самого дыма, когда вы коптите в квартире, например. Итак, давайте соберем пошагово коптильню холодного копчения «Бондарев». Прежде чем собирать коптильню, мы определяем, холодного копчения будет делать продукт или горячего. Если горячего, мы накручиваем заглушку. Если холодного, будем подключать дымогенератор. Используется щепа. В комплекте идет 400 грамм ольховой щепы. Она максимально нейтральная, не дает никакой горечи. Для вкуса и ароматики у нас на сайте есть фруктовая щепа, разнообразная другая щепа. Когда мы коптим методом горячего копчения, берем небольшое количество щепы и насыпаем в местах точечного нагрева. Допустим, если это две газовые конфорки, то вот таким образом в местах конфорки насыпаются щепы. В принципе, это больше, чем достаточно. Далее мы устанавливаем поддон для сбора жира. Чтобы его легче можно было отмывать, можно застилать фольгой. Далее устанавливаются решетки. Одна решетка и помещаем наши будущие заготовки для копчения. И вторая решетка. И также помещаются наши ингредиенты для копчения. Если вы коптите в квартире, то мы, ставя крышку, заливаем в этот желобок воды, чтобы вода была примерно на полсантиметра и покрывала всю крышку. Соответственно, коптильню надо разместить горизонтально, чтобы вода не стекала к какому-то одному краю. Одевается шланг и отводится в вытяжку, либо в форточку. И таким образом дым не будет проходить сквозь щели крышки, а будет весь уходить в трубку отвода. И сейчас мы установим термометр. В комплекте с крючками есть две силиконовые трубки. Давайте их достанем. Эти трубки предназначены для установки термометра. От одной мы отрезаем примерно 1 см. От второй мы отрезаем примерно 2,5 см. Та, которая более толстая, мы одеваем на штуцер на крышке. И та, которая более тонкая, одевается. Чтобы легче одевалось, можно носик термометра смочить водой. Вот таким образом практически до упора. И все это смочив, мы устанавливаем термометр. Вот такой получается сборный сэндвич из двух силиконовых трубок. Соединение очень плотное. Благодаря тому, что носик термометра оказывается именно в воздушной зоне, идет максимально точное измерение температуры над поверхностью ваших ингредиентов. Для продуктов вертикального копчения предусмотрена вот такая вот направляющая и крючки. Вы можете подвешивать ваши продукты вертикально. Когда коптильня используется в режиме холодного копчения, естественно, нам нужен подача дыма непосредственно в саму коптильню. У нас уже нет нижнего нагрева. Соответственно, щепу на дно коптильни укладывать не надо. Щепа у нас будет гореть в нашем дымогенераторе. Дымогенератор состоит из бункера для щепы. Он имеет два отверстия. Это для поджига и для подсоса воздуха. Съемная крышка. Мы в середину насыпаем щепу. Щепа в нижней части тлеет. Воздух засасывается. Выходит непосредственно вот сюда, в дополнительный бункер. Он нужен для конденсата, для охлаждения нашего дыма. В процессе копчения щепы уходит больше, чем бункер, потому что коптится бывает 8-9 часов. И щепу в процессе копчения можно подсыпать. Она будет постепенно уходить вниз. В комплекте есть нержавеющий шланг для подачи охлажденного дыма. Через прокладки от руки, без всяких усилий, мы накручиваем на саму коптильню одну часть. И вторую часть, также через прокладку, накручиваем на выход соответствующий дымогенератора. Насыпаем щепу в дымогенератор. Закрываем крышкой. Нам осталось подключить компрессор, который создаст тягу. Компрессор дует воздухом сопла. И создается тяга дыма непосредственно в нашу коптильню. К компрессору идет мягкий шланг для подачи воздуха. Одну часть мы одеваем на сопла дымогенератора, а второй на компрессор. Включаем компрессор в розетку. Компрессор двухкамерный. Есть возможность регулирования подачи воздуха каждой камеры. Установим на максимум. И сейчас идет подача воздуха. Осталось только поджечь наш дымогенератор. Удобно поджигать газовой горелкой, чтобы хорошо распалить с двух сторон. И холодный дым начнет поступать в коптильню. И начнется процесс холодного копчения. Так как коптильня не будет греться от открытого нагрева. И будет происходить холодное копчение. Если вы коптите на улице, можно не наливать гидрозатвор и не устанавливать отводящий шланг. Если вы коптите в помещении, то также наливается вода в гидрозатвор и устанавливается отводящий шланг, вытяжку или форточку. Приобретайте коптильню горячего копчения Бондарев и вы получите хобби, от которого ваши родственники и друзья будут в восторге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова